Серое небо, большие каменные дома и маленький человек. Татьяна Гудович, как герой петербургских повестей Гоголя, жертва необъяснимых обстоятельств. Она приехала в Россию еще в 1995 году и так и осталась. А когда решила поменять паспорт, выяснила, в Херсонской области, на родине ее уже похоронили. Посылала заявку, посылал ЗАГС на подтверждение моего статуса в жизни. Оттуда пришла, конечно, бумага о том, что я мертва с 2001 года. Пока бегала по инстанциям, чтобы доказать, что жива, Татьяна сломала ногу. Врачи сначала лечили колено, но оказалось, повреждена была шейка бедра. В России бесплатной медицины для приезжих нет, а для Украины нет самой Татьяны Гудович. В консульстве, там, кстати, от комментариев на камеру отказались. Татьяне посоветовали восстановить свою личность через суд. Правда, российский суд такой ответственности на себя не взял. По поводу бумаг и документов у них претензий никаких нет. Что якобы у меня все наличественные бумаги у меня есть. Но что они не дают мне справку о том, что я жива, я даже не знаю, что по этому поводу сказать. И вот уже почти шесть месяцев я хожу регулярно туда на эти заседания. После неудачи в районном суде Татьяна решила искать справедливость в городском. Чтобы подать туда жалобу, надо сначала получить решение первой инстанции по делу живого трупа. Но как раз это решение человеку, которого как будто бы нет, отдавать не спешат. Вот было 24 заседание, 24 ноября. Решение суда до сих пор еще не отдали мне. Я встретилась в понедельник с судьей, ходила. Она говорит, я еще не успела написать решение суда. А это тоже неправильно ведь. Там же есть ограничение срока. Надо добавить, что и работу из-за травмы Татьяна потеряла. Пока ее приютила благотворительная организация «Покровская община». Новый год женщине точно придется встречать здесь. Непоследовательность суда как раз и заключается в том, что они приняли у нее исковое заявление, они пригласили ее на судебное заседание, они установили ее личность в суде, она участвовала в суде. Но они не могут установить то, что именно заявительница, именно истец является тем человеком, в отношении кого было выдано свидетельство о смерти. После такого решения надежды у Татьяны, что городской суд признает ее живым человеком, практически не осталось. Уже устала ходить по этим заведениям. Просто у нас еще очень много вот этой бумажной волокиты, на которую никто не обращает внимания. Все бумаги требуются. Человека, то, что он есть в натуральном виде, не обращают внимания на него. К такой жизни Татьяна уже привыкла. Она пытается восстановить свои права 14 лет и теперь не отступит. Хотя с каждым днем доказывать свое право на существование с юридической точки зрения все сложнее. Подводит здоровье. А его не поправить без документов. Замкнутый круг. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург.